В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Санкт-Петербургский «Зенит» уступил на выезде Казанскому «Рубину» со счетом 1-2 в рамках 21-го тура Чемпионата России по футболу. У хозяев отличились Джорджи Диспотович с пенальти и Денис Макаров. У гостей забил мяч Сердар Азмун. Тульский «Арсенал» потерпел поражение от столичного «Локомотива-03» у железнодорожников «Голын» на счету Федора Смолова, Мурила и Рифата Жамалединова. Лидирует в первенстве по-прежнему «Зенит», у которого 42 очка, а у «ЦСКА» меньше на 2 балла, у «Спартакан» 4. Московский «Локомотив» победил столичный «ЦСКА» со счетом 1-0 и стала обладателем первого в истории Суперкубка России по футболу среди женских команд. Единственный мяч забила Марина Федорова. Минская «Динамо» обыграла петербургский «СКА» со счетом 2-1 в четвертой встрече первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги и сократила отставание в серии 1-3. С таким же счетом автомобилист уступает в противостоянии с «Авангардом». Накануне амичи взяли вверх над екатеринбургской командой 4-3 в овертайме. В составе победителей дублем отметился Илья Ковальчук. Борис обыграл «Металлург» 4-2 и сравнялся по победам в серии 2-2. Хет-трик Андрея Сергеева помог московскому «Динамо» сделать еще один шаг к выходу в четвертый финал Кубка Гагарина. Столичный клуб победил в понедельник «Северсталь» 5-2 и повел в серии 3-1. Баскетболисты петербургского «Зенита» уступили «Химкам» в матче регулярного чемпионата единой лиги ВТБ со счетом 78-81. Для «Синебелоголубых» это второе поражение от подмосковного клуба на своей площадке. Ранее они проиграли этому сопернику в Евролиге. В другом поединке дня пермская «Парма» в гостях потерпела поражение от польской «Зеленой Гуры» 92-95. «Динамо» из Краснодара переиграла «Сратовский Протон» со счетом 3-0 в перенесенном матче 23-го тура женской волейбольной суперлиги. Для обеих команд поединок стал заключительным. В регулярном сезоне «Динамо» завершило турнир на четвертой позиции, «Протон» стал восьмым. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Субтитры создавал DimaTorzok